В новом регламенте прописано, что теперь, если медосвидетельствование показало, что водитель трезв, сотрудники ГИБДД обязаны будут отвезти его из лаборатории обратно к машине. Согласно новым правилам, сотрудники ГАИ не будут отбирать права сразу на месте нарушения правил дорожного движения. Теперь злостным нарушителям ПДД нужно будет самостоятельно сдать их в подразделение ГИБДД в течение трех дней. Кстати, при остановке транспортного средства водителям теперь нужно подавать документы инспектору не только без денег и ценных предметов, как это было раньше, а также без удерживающих устройств. Иногда водители прикрепляли цепочкой документы к приборной панели, чтобы инспектор не мог их забрать. Теперь это запрещено. Также в очередной раз в регламенте приписали необходимость сдавать документы без обложек. Из финальной редакции административного регламента убрали ранее существовавший пункт, который обязывал полицейских не препятствовать использованию фото, видео и звукозаписывающей аппаратуры. Во многих СМИ в связи с этим появилась информация, что снимать сотрудников ГИБДД теперь нельзя. Однако в ГИБДД Российской Федерации это опровергли. Тем не менее, если в соответствии с другими законодательными актами съемка запрещена, камеру придется отложить. Однако полицейскому при этом придется разъяснить, по какой причине. Такими причинами могут быть возможные нарушения закона о государственной тайне или оперативно-розыскной деятельности. Сотрудники ГИБДД не смогут устраивать засады на дорогах. Ранее соответствующий пункт регламента получил иное толкование. Писалось, что теперь инспекторы смогут специально прятаться за кустами или зданиями для задержания нарушителей. В соответствии с новым административным регламентом ведомства, патрульный автомобиль должен быть хорошо виден. Уточняется, что из этого правила есть исключение. Если участок дороги аварийно опасный или на месте находится перелом рельефа, или это скоростной участок дороги, то сотрудники ГИБДД должны руководствоваться соображениями безопасности и расположить свое транспортное средство так, чтобы не допустить нежелательных последствий. Также отмечается, что для противодействия коррупционной составляющей в административном регламенте закреплена норма, согласно которой сотрудники ГАИ должны все действия по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов, которыми оборудованы все патрульные автомобили. В финальной редакции документа исчез пункт о запрете на курение полицейских при общении с водителями. Водителей от вредного воздействия табачного дыма спасет Кодекс этики госслужащего Российской Федерации, в котором эта норма давно прописана. В регламенте также уточнены правила поведения сотрудников полиции при общении с водителями. Так, сотрудник госавтоинспекции должен воздержаться от высказываний, которые могут быть истолкованы как дискриминация по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений. Кроме того, полицейским запрещается грубить. Теперь дежурные ГАИ будут предлагать оформить ДТП с двумя машинами и без пострадавших по европротоколу. Такая возможность есть, если ДТП произошло с участием двух машин, гражданская ответственность водителей, этих автомобилей застрахована, повреждения причинены только автомобилям и участники не имеют разногласий. Теперь камеры контроля за скоростью можно будет ставить где угодно. Ранее был запрет на установку автоматических камер в зоне действия временных ограничений. В ГИБДД уверяют, что перегибов быть не должно. Камеры будут штрафовать только во время проведения ремонта. А если он по бумагам закончился, то письма счастья не придут, даже если камеру еще не убрали. Еще инспекторы получили возможность останавливать водителей для проверки где угодно. Ранее они могли это делать только на постах.